Поселок Елшанка. Рабочие возводят десятиэтажку. Дом для жителей окрестных бараков. Ветхие здания построили после войны. Несколько лет назад их признали аварийными. Внутри мы уже были. Мы видели двухкомнатные квартиры под отделку полностью. Ее узнают все местные рабочие. На стройплощадке Светлана Метагуз частый гость. Учитель на пенсии живет по соседству в одном из бараков. Готовится справить новоселье. Ее семье достанется трехкомнатная квартира. Год назад еще. Вот мы даже никто в Елшанке об этом не мог подумать. И вдруг вот такой вот уникальный проект. Вот уникальнейший просто. Потому что сколько поколений будет благодарно Вячеславу Викторовичу вот за это. За то, что вот из такого жилья просто они не могли некоторые вообще бы не могли никогда выбраться. Инвалидные. Если же с инвалидностью там вот люди, да, которые уже потеряли надежду. А почему не работают? Почему работают? Сейчас только просто кран остановили. Многоэтажка строится в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. Спикер Госдумы приехал проверить работы. Увиденным остался недоволен. Строители отстали от графика. Винят непогоду. Вячеслав Володин напомнил. Через полмесяца уже должны провести жеребьевку по распределению квартир. Ну тогда там должны работать. Сотни. Так этого недостаточно. Раз. А во-вторых, у нас с вами технический этаж. Там можно работать? Можно работать. Там не работают? Не работают. Средства есть. Можно набирать как можно больше каменщиков. Никто не мешает это делать. Понимаете? Задача стоит, чтобы мы завершили строительство дома до середины августа. Досталось и городским чиновникам. По плану к дому необходимо подвести коммуникации. Свет, газ, воду. А эти работы еще и не начинались. Хотя по срокам должны уложиться до начала лета. Подстанцию надо монтировать. Канализацию надо подводить. Это необходимо делать уже, начинать сейчас. Для того, чтобы завершить эту работу где-то серединой, но край, концом июня. Потому что июль – это время для благоустройства. Чтобы потом опять не раскапывали, чтобы затем не переделывали. Как будут ходить электрический экспресс, Саратов, аэропорт. Сразу после Елшанки Вячеслав Володин отправился на Ильинскую площадь. В историческом парке «Россия и моя история» обсудили развитие саратовской агломерации. По словам спикеров Госдумы, в городе появится скоростной трамвай. Строительство первой очереди начнется уже в следующем году. Говорил Володин и о бюджете Саратова. На одного гражданина приходится меньше, чем в Энгельсе, Татейщеве и Саратовском районе. По словам спикера, при таком раскладе развития региона не будет. Саратов – областной центр. И его бюджетная обеспеченность должна быть. Вот назову вам показатель. К нему как минимум необходимо стремиться. Без этого не решим проблем. Его показатель должен быть на 20% выше, чем показатель любого другого района. Раскритиковал Вячеслав Володин и руководство Медицинского университета. В больницах и поликлиниках не хватает половины врачей. Помогать выпускникам с трудоустройством в ВУЗе, по его словам, не желают. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24.